Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас мы с вами выкатим из ангара и посмотрим на что способен тот товарищ, которого сейчас продают просто-таки по дешманской цене. Это Т-44-85, это премиумная СТ-шка 7-го левела и за 2 косаря, мне кажется, действительно стоит. И я думаю, многие так думают, потому что на данный момент 1000 машин на момент того, как я снимаю видео, осталось на продаже на аукционе и по чуть-чуть количество уменьшается. Я больше чем уверен, что Т-44-85 не доживет до следующего снижения цены и за полторушку, ребят, его отхватить не получится. Хотя я, честно говоря, потирал руки и надеялся, что так оно и будет, что за полторушку его возьму. Нет, взял его за 2, чуть-чуть его погонял, покатал и давайте будем с вами обсуждать. Понятие броня просто сразу забывайте по одной простой причине, потому что самое твердое, что я в нем нашел, ребятушки, это цифра, которая меня немножко смутила. С учетом приведенки 137, это вот этот вот ореол вокруг маски орудия. Да, маска там плюс-минус что-то типа должна танковать, периодически, кстати, ребят, в нее влетает просто-таки на ура, поэтому на маску не рассчитывайте. Да и тут борта, честно говоря, у башни довольно-таки нормальные по силуэту, поэтому чуть-чуть где-то довернули, все, здесь вот полностью все серое. Но, короче говоря, вот здесь тоже все пробивается, тоже там 100 с копейками, поэтому, ребят, 137, вот щека, щека и, в принципе, все, привет. Дальше именно вот этот вот маленький кусочек, а не даже вся щека по башне, которая там есть. Что касается орудия и подвижности, подвижность будем обсуждать с вами непосредственно в самом бою, что касается орудия, обсудим сейчас. Значит, смотрите, с учетом того, что я поставил оборудование амуницию, я довел цифры до следующих. Время сведения 3.3 при заявленных 4.1. При заявленных 4.1 играть просто невозможно, при времени сведения 3.3 нормально, терпимо, не всегда, конечно, прям совсем комфортно, но окей, уже лучше, чем 4.1. Что касается разброса, я его смог улучшить до 0.339, был 0.355, поэтому, в принципе, я бы сказал, что не особо, ребят, заметно стало, но увеличил себе ДПМ с 2276 заявленных до 2558. То есть, в принципе, я бы сказал, практически на 300 единиц. Время перезарядки улучшил, соответственно, улучшил и ДПМ. Время перезарядки заявленное было 5.27, я довел до 4.69. Ну, а остальные показатели по орудию остались те же самые. Углы склонения вниз крайне, крайне дискомфортные, минус 6, и играть просто ужасно на неровностях с прямо поставленной башней, когда на сторону еще хоть как-то, но все равно, ребят, когда на сторону, вы уже получается совсем картон. Ну, короче говоря, вот дискомфорт от углов склонения вниз, безусловно, есть. Я больше чем уверен, что эту машину начали все разгребать по одной простой причине, потому что ценник, ребят, ценник в 2 косаря голды за 7 левел прем заманывает тех ребят, у которых очень мало голды в копилке. Те, у кого голды в копилке плюс-минус достаточно на то, чтобы периодически покупать себе годные, хорошие фармящие машины, нагибающие машины, машины, которые на что-то способны действительно в бою, поверьте, они себе даже ради фана, даже ради там какого-то банального интереса, навряд ли будут покупать Т-44-85. Я себе взял только по одной простой причине, потому что у меня, в принципе, машин в ангаре и так достаточно, этой машины у меня в ангаре нет, но и мне, честно говоря, очень хотелось на данную машину заснять обзор. Поэтому, ребятки, и приобрел себе. Что касается подвижности, как видите, меня абсолютно спокойно ПТ-шка обгоняет, до этого меня вполне спокойно вон та СТ-шка, в принципе, взула. Поэтому по подвижности я бы не сказал, что это прям совсем самая бодрая машина, которую я встречал. Я бы больше сказал, она стандартная, знаете, вот абсолютно ничем не удивляющая, просто едет. Поэтому в отношении передвижения выдающегося ничего нет. На расстоянии снаряд летит, как вы видите, уныло, летит долго. Поэтому на дальних расстояниях, несмотря на то, что в целом, если соперник стоит на месте, снаряд прилетает практически туда, куда ты его отпустил. Ну, все равно остается вот это ощущение дискомфорта от долгого полета снаряда. И, честно говоря, вот это вот ожидание, а долетит ли туда, куда я хотел. Но в целом, ребят, я бы сказал, что можно сказать, комфортно отыгрывать на средних расстояниях и уже надзначно комфортно отыгрывать на дальних расстояниях. По времени сведения, как вы видите, улучшай, не улучшай, на дальних расстояниях все равно очень долго сведение происходит. Вот тот же самый Тигрик начал откатываться. И, честно говоря, ты не успеваешь нормально порой свестись в товарищей. И вот этот вот долгий полет снарядом, как вы сейчас видели, допустим, порой приводит к тому, что в танк раньше прилетает снаряд соперником, забирает большую часть хпшки. Тебе остается только добрать товарища. Я не могу сказать, что машина прям совсем унылая. Я не могу сказать, что я, ну, прям вообще никакого удовольствия не получаю от игры на нем. Но будем говорить откровенно. Все-таки прям супер какого-то надрывного фана машина не доставляет. Я сейчас сделал два фрага в этом бою, но не потому, что танк классный, прям суперский. Я одного товарища добрал, ну, будем говорить откровенно, и второго товарища добрал. Я особо никого не разбирал. Хотя КД в целом довольно неплохое. Альфа в 200 на седьмом левеле, ну, как бы ни вашим, ни нашим. Хотя для среднего танка, возможно, это и нормально. Что касается результативности в команде, ну, как вы видите, особо сейчас ничего не смог показать. Но это, честно говоря, не показатель. Я на этой машине, ну, вот тот период времени, который у меня был на то, чтобы ее погонять и показать ее вам, ребят, скажу откровенно, сделал в районе где-то, наверное, каток 12-15, но не более. И, честно говоря, самый такой вот жирный классный результат, который у меня получилось в виде урона заполучить, это где-то в районе, по-моему, 1600 или 1700. Но и то, для того, чтобы сделать этот показатель, надо было, ну, просто-таки постоянно находиться в гуще событий, потому что если вот так вот на дальнюю куда-то отстреливать, то пока там твои снаряды долетают, а не всегда долетают они точно, потому что кто-то куда-то успел отодвинуться. Ну, а вот отсутствие брони в этой машине, прям вот совсем отсутствие брони в машине, оно мешает. Мешает очень сильно, мешает в том, что ты постоянно боишься попасть куда-нибудь в эту самую гущу событий, в которой ты как раз и мог бы сейчас набрасывать урон, ну и, соответственно, набивать этот урон для того, чтобы по окончанию боя быть где-нибудь там в первой тройке игроков. По углам склонения вот сейчас, видите, на бок, в принципе, на таком небольшом возвышении еще отыгрывать получается, но стоит мне сейчас подняться чуть-чуть выше и все, пушка вниз не гнется, ну, прям совсем-совсем. Что касается того, чтобы отыгрывать на прямой башне, ну, там вообще совсем все очень страшно и все крайне дискомфортно. Не знаю, может кому-то и нравится, может кто-то привык, играя на ИСах. Я, честно говоря, такой геймплей не сильно люблю, когда у тебя орудие не гнется. Я еще понимаю, если бы это орудие у меня не гнулось, но накидывало нормальную альфу, когда уже прям ты совсем рискнул, вылез и оно того стоило. На этой же машине 200 единиц альфы, это прям, ну, не совсем то, ради чего стоит рисковать. Вот что касается перестрелки с товарищами, того, чтобы там кто кого позакручивает, кто кому понакидывает. Поверьте мне, к тому же П-43 мы уступаем существенно, ребят. Вот в отношении размена. Если бы сейчас не включил ускорение перезарядки, поверьте, сейчас бы горечко хлебнул только так. Так, вот совсем борзый товарищ прилетел. Почему бы его и не забрать? Парень, наверное, думал, что сейчас он мне тут прям совсем наваляет. А вот этого гаврика я немножко побаиваюсь. По одной простой причине, потому что у меня всего лишь 101 осталось хпшки. Ну и сейчас он будет делать мне ай-яй-яй, больно-больно. А время перезарядки у товарища куда приятнее, чем у меня. Ну, спасибо, союзники помогли. Выручили, в этом крайне приятном. Так, что там у нас осталось? У нас остался СУ-152 и СУ-100У. На СУ-100У ехать как бы желания особого не имею, потому что как только появлюсь, он явно меня вынесет. Но меня, в принципе, и СУ-152 вынесет. Но там, по крайней мере, товарищ может отвлечься на кого-нибудь из моих союзников. По подвижности, возвращаясь к ней, вот поднимаясь в горку, прям совсем-совсем неприятно. Ну и, честно говоря, сдавать на нем назад тоже то еще удовольствие. Жаль, жаль, вынес он меня, не смог я его добрать. Сделали два фрага, возможно, более заслуженных, чем в предыдущем бою. Ну, вот как есть, так есть. Ребят, скажу откровенно. Я, честно говоря, несмотря на то, что купил эту машину себе исключительно для того, чтобы была в коллекции, для того, чтобы снять на нее обзор для вас, откровенно хочу заявить, что я не жалею о двух тысячах золота, которые я потратил на данную машину. Потому что, по большому счету, я ожидал от этой машины гораздо худшего. Пускай это не суперфановая машина, пускай это не супернагибатор, пускай это не суперфармер. Но она, по крайней мере, не тошнотворная. Вот, честно говоря, я ожидал, что это будет какой-нибудь, знаете, порожняк полнейший. Но оказалось, нет, ребят. Вот сейчас накидал 2517 урона. Это мой личный результат на данной машине. Версите, рекорд на данной машине. Как я уже говорил, в предыдущих катках у меня столько не получалось. Как так получилось? Ну, наверное, потому что союзники хорошо работали, хорошо помогали. Я даже умудрился занять первое место в команде по урону. До этого такой результативности не было. Вот как диверсант занимал приблизительно второе место в основном. Ну, может, спускался до третьего. Если, правда, там были пару боев, безусловно, в которых меня просто тапками вперед выносили буквально через 2 минуты. Потому что я взорвался туда, куда не надо было. А поддержки от союзников не было никакой. Что касается фарма, ребят, смотрите сами. С учетом према 57 тысяч, это без активированных бустеров. По-моему, как для семерки и для семерки за 2000 голды, очень даже годный результат. Ребятушки, это был абсолютно честный обзор на Т-44-85. Если вы за честность подписывайтесь на мой канал, буду вам безумно благодарен. И перестаньте быть теми 60%, которые на постоянной основе смотрят мои видео, но почему-то не нажимают на кнопку подписаться. Ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь, ребят, ради вас. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.